Перинатальный центр – объект крайне важный не только для Щелковского района, но и для всей Московской области. С посещения стройплощадки традиционное выездное совещание начал руководитель районной администрации. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу вентиляции, инженерных коммуникаций, установке оконных блоков. А чтобы в ближайшее время строители приступили к внутренней отделке, необходимо пустить тепло на объект. Но прежде строительная компания должна смонтировать приборы учета. На данный момент работы еще ведутся с отставанием от графика. Оно составляет порядка месяца, но строители обещают сдать объект в срок. Еще два важных социальных объекта почти готовы к сдаче в эксплуатацию. Физкультурно-оздоровительные комплексы. Работы по возведению ледовой арены уже завершены. Осталось только приобрести специальную технику и закрыть периметр. Второй ФОК с универсальным залом и залом леди-наборств на Дальнем Воронке готов на 80%. На объекте ведутся отделочные работы. К 1 декабря предполагается завершить благоустройство территории. Сдать физкультурно-оздоровительный комплекс планируется в конце декабря. Так что ФОК имеет все шансы стать отличным новогодним подарком для жителей Щелковского района. Мы планируем к 10 декабря уже начинать работу по пуску наладки. Сдать объект планируем к концу декабря, где-то 20-25 числа. Ведутся работы и в строящихся детских садах. Возведение объектов находится на разных стадиях. В Первом Советском переулке строители приступили к кладочным работам. В Медвежьих озерах завершают установку окон и асфальтирование прилегающей территории. А в Новом Городке продолжают выкладку стен и монтаж входных групп. Отставание везде сокращается. Тем не менее, дано указание на увеличение количества рабочих на стройплощадках. Практически готов к сдаче реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Строители завершают работы по благоустройству прилегающей территории. Объект будет готов, как только завезут необходимое оборудование. В завершении выездного совещания Алексей Валов встретился с жителями микрорайона Заречный, которые просили оставить управляющую компанию за о новой технологии или хотя бы пункт приема платежей по прежнему адресу Комсомольская, 3А. Новое местоположение компании – Сиреневая 5Б. Население не устраивает. Говорят, неудобно добираться. Алексей Валов заверил, что как только управляющая компания начнет расщеплять платежи через ЕРКЦ и подпишет так называемую «Хартью» о добросовестной работе, документ, регламентирующий работу УК, оставить компанию на прежнем месте будет возможно. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Компания «Щелково».